У Владислава Третьяка не было побед в Кубке Стэнли и даже одного матча в чемпионате НХЛ, но в Америке его уважали так, как никакого иного вратаря. Даже Кена Драйдена или Билли Смита, чьи команды доминировали за океаном в 70-х и начале 80-х. Его обожали, им восторгались, с него брали пример, а сенсационное поражение сборной СССР на Олимпиаде 1980, пожалуй, даже повысило его популярность. Да, ошибался, значит он не машина, а живой человек. К тому же супер матчей, после которых Третьяку рука плескали даже болельщики соперников, было намного больше. Супер серия 1972, финал Кубка Канады 1981, две чудесные игры против Монреаля в 1975 и 1982 годах. Именно Монреаль очень хотел заполучить себе Третьяка, а сам Владислав не скрывал, что эти симпатии взаимные. В 1983 году, сидя в студии канадского телевидения, он мечтательно рассказывал журналистам, «Наши страны будут только сближаться, если советские игроки будут играть в Канаде. В НХЛ я бы выбрал Монреаль. Он мне как-то ближе. Я всю жизнь играл в команде номер один, ЦСКА. Я не люблю проигрывать, а Монреаль – это точно такая же команда, как ЦСКА в Советском Союзе». Более того, летом 1983 года канадеинс задрафтовали Третьяка, а спустя несколько месяцев Нью-Йорк Тимес сообщил о том, что клуб предложил вратарю трехлетний контракт на 1,5 миллиона долларов. Такие деньги в лиге платили единицам. Ген-менеджер Монреаля Серж Савар передал контракт председателю спорткомитета Марату Грамову, и, как рассказывал сам Третьяк, у него была надежда на то, что после Олимпийских игр 1984 федерация отпустит его в Канаду. В том сезоне он был бесподобен, 22 победы в 22 матчах чемпионата страны, золото Олимпиады. Но разрешение на отъезд в клуб НХЛ Третьяк не получил, а вскоре завершил карьеру, сославшись на усталость. Ему было всего 32 года. Смешной возраст для галкиперов в НХЛ тех лет. «Я выиграл практически все, что можно в Европе и любительском мировом хоккее. Политбюро решило, что я останусь в стране и не перееду в Канаду. К сожалению. После завершения игровой карьеры он помогал галкиперам сборной СССР и работал в детской школе, а в 1989 году о нем вновь вспомнили в НХЛ. Третьяк первым из хоккеистов, не выступавших за океаном, был включен в зал хоккейной славы. После церемонии к нему подошли представители Чикаго и попросили помочь с вратарями. Их в системе клуба тренировалось с десяток, а нужно было только два. Третьяку предложили стать консультантом по галкиперам, но когда на льду он начал показывать упражнения своим ученикам, главный тренер Блэк Хокс Майк Кинон захотел от Владислава больше, чем просто полезные советы. «Трудно было, языка не знал, самому приходилось вставать в ворота», – рассказывал Третьяк. «Когда Кинон видал меня на льду, то сказал, «Вот тебе контракт, сколько ты миллионов хочешь. Через три месяца будешь играть против Монреаля. Я к жене, а она говорит, это убийственно. Можешь имя потерять», – отвечает Чикаго, «жена против». Кинон понимающий кивнул головой. Этот довод был решающий. Из-за дефолта в начале 90-х Третьяк потерял практически все свои сбережения. Все, что заработал на чемпионатах мира и олимпиадах, пропало. «Так, пару раз сходить в ресторан», – говорил он. Если бы не контракт с канадской компанией, которая производила снегоходы, в финансовом плане семье Третьяка было бы совсем тяжко. В Blackhawks можно было и заработать, и заниматься делом своей жизни – хоккеем. В Чикаго Третьяк работал с несколькими известными вратарями, включая Доминика Гошека, который только-только перебрался в Америку, но его любимым учеником был Эдди Билл Вор. Во-первых, Владислав был кумиром для ДДИ, это из-за него канадец взял себе 20-й номер. Во-вторых, молодой игрок впитывал все советы тренера, как губка, а тот же Гошек был верен своему стилю и не собирался меняться. В первом же сезоне с начала работы с Третьяком Билл Фор собрал целую коллекцию индивидуальных наград, лучший и самый надежный вратарь, а также лучший новичок года. Еще через два года он завоевал еще одну визину трофе, закрепившись в числе элитных игроков НХЛ. Летом он проводил в Канаде лагеря для молодых вратарей. Среди тех, кто регулярно учился у него, был Мартин Бродер. В своей книге канадец писал следующее, «Я обожал школу Третьяка, потому что он сам был профессиональным галкипером, выступал на международных соревнованиях, а это было важно для моей семьи. Он научил меня многим важным вещам, технике, выбору позиции, отношению к игре. Без кубка Стэнли не остался и Билл Фор, правда выиграл его он уже после ухода из Чикаго». В 1999 году Эд в составе Далласа победил своего бывшего одноклубника Гошека, который выступал за Бафала, после чего прислал Третьякуу подарок. Перстень, на котором бриллиантами был выложен номер 20.